итак продолжим и сегодняшняя наша тема продолжение нашей общей беседы называется кармическая матрица и жизненный путь который уже спланирован для чего нам его знать для того чтобы скорректировать и то что мы чувствуем в нас нужны какие-то изменения привнести изменить все делается что вы подчислили первый у нас михаил потому что буду рассказывать сначала за одного человека потом за другого чтобы не купиться начнем с того что здесь на земле душа михаила уже живет пятнадцатую жизнь это могу сказать что это очень ответственная жизнь как бы по разным учениям кто говорит что 9 жизней на земле кто больше но нумерология дает 9 до а раз уже больше 9 значит на земле были войны катаклизмы и душа претерпевала такой быстрый вот незаконченную миссию свою и вот она возвращается дабы пройти эту миссию и пятнадцатая жизнь четырнадцатая это очень важная жизни когда душа настолько уже полна знаниями и она действительно хочет делиться и в основном эти души пришли для того чтобы делиться в прошлой жизни душа была в теме мужчины он был духовным лидером потому что число 35 8 говорит о его очень высокой духовности хотя изначально в таких искушениях каких-то страхах человек так больше был более такой вот замкнутый и вернее было вот в таком состоянии прибывал человек до какого-то момента пока не начал прислушиваться вот этому внутреннему своему голосу и он был настолько сильным что человек все-таки к нему прислушался и пошел вот этому дух духовного пути и начал открывать себе вот те знания которые сейчас тоже присутствует здесь в этой жизни скорее всего нет потому что снова тело мужчины обычно меняется женщина мужчина женщина мужчины а раз сюда душа пришла снова в тело мужчины значит миссия все-таки и как бы должна как бы так завершить свое вот здесь вот такое продала же то что про на начата в той жизни завершить здесь пришла с пришла с поддержкой высших сил и бога да связь со своими знаками зодиака сильная потому что вот это двенадцать три это число знака зодиака то есть мощная поддержка твоего знака это кто ты получаешь скорпион то есть изучив все что касается да характеристик скорпиона ты можешь это все здесь в жизни применять на иногда срабатывает карма неумеенности число четырнадцать пять говорит о том что человек должен вот здесь и сейчас и научиться во всем соблюдать меру чтобы не впадать в крайности если уже работаю то работаю до упада если уже чем-то занимаюсь тот в такой вот то есть вот это равновесие улавливать и приспосабливаться и уметь жить в равновесии потому что все таки земля она все приводит в равновесие так как и мы гармонию в себе делаем гармоничное сочетание точно так и вот эта цифра говорит о том что меру соблюдать во всем мера превыше всего как говорится да и с этим надо поработать с равновесием мера 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 как раз таки это я часто об этом думала и и человек решает менять свою жизнь потому что решительность есть перемены человек принимает в своей жизни цифра положительных поэтому идут перемены человек принимает в свою жизнь перемены и решает идти по пути труда и добра о чем говорит следующая цифра у человека очень мощно мощно проявляется ясновидение прорицание потому что вот эта цифра как раз говорит о том что магические знания которые он несет уже с собой из поколения в поколение они есть и ими человеку здесь нужно пользоваться осторожно с чувством подавления горделивости можно остаться в одиночестве не нужно забывать что любовь есть свобода для каждого из нас тем более высокие задачи и особое мнение космоса ведет по пути гениальности будут серьезные проблемы будут неразрешимые противоречия но главное быть в духе человек наделен целительскими данными о которых помнишь вот сейчас мы поднимаемся вверх вот сюда как раз вот этой 20 которая в центре этой девочки как раз наделен целительскими данными может оживлять материю заниматься спиритизмом магии это будет находить широкое отопление в мозгах то есть это такие дары которыми владеем у человека сильные эмоции много желаний но осторожно осторожность не должна базироваться осторожно не нужно базироваться на том чтобы утереть нос другому то есть вот эти данные которые они не для того чтобы перед кем-то там покичаться или еще чем поход они для того чтобы принести пользу себе и давить нужное знание хорошее то есть передавать вот этот дух другим в партнерстве могут быть крайности контролируйте себя не подавляйте и самая высшая точка пророческие данные то есть пророк с сильным каналом прямая связь с высшим разумом его помощь мощная энергетическая магистраль целительства то есть 20 целительства перерастает в мощную магистраль которая тоже дается человеку целительства в какой области человек уже сам определяет по своим чувствам по своим человек свои умственные способности шлифовал на протяжении многих жизней склад ума со стремлением к успеху этот человек не может сидеть просто так на месте тихо спокойно он будет к этому стремиться потому что эта вся энергия которая внутри она его ведет туда идя по пути неизведанного чего-то нового не напрягайся не впадай в религиозные фанатизмы не переусердствуй а то можно остаться в одиночестве тоска тоска депрессия то есть это то те диссонансные энергии которые нам вообще не нужны и чтобы с ними не быть созвучным не притягивать их себе просто я живу сегодня сейчас и постоянно это не Обращайся к ней, пожалуйста. Если не идти на поводу у эго, не обращение к этому, то получишь всегда ее благословение. И всегда она откроет и поможет в жизненном пути. Через добрые дела, волшебство, человек на пути к дотратительству. Устоишь перед злом и искушениями. Значит, выйдешь туда, на тот путь добра, который и ждет тебя. Потому что идти по пути осознанности и жить сегодня и сейчас можно преодолеть любые испытания, быть в божественном свете. Мы проводники света божественного на земле. И почаще себе говори, я неиссякаемый источник любви и света создателя. Это еще вот останется, еще почитаешь вообще просто вот в таком расслабленном состоянии. И все время дает постоянно какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то внутренние, все равно вызывает. Вот. Вот. И снова включу, чтобы можно было. КОНЕЦ Продолжение следует...